Девочка-пай Здравствуйте, гости дорогие! Гости званные да желанные. Милости просим вас в дом сказки Александра Артуровича Роу. У нас для каждого найдется и местечко, и словечко. Припасли мы для вас за бабушек на всякий вкус. Кому сказку, кому присказку, кому загадку, кому песенку. Вот послушайте-ка сказку. В некотором царстве, в российском государстве, в славном Волжском граде Юрьевце, Народился на свет мальчик. Нарекли его родители Александром. Рос он не по дням, а по часам на радость отцу с матерью. Родители души в нем не чаяли, холили и лелеяли, учили уму-разуму. Мечтали отец с матерью, чтобы стал Саша в будущем важным, образованным человеком. Саша прилежно учился, во всем помогал родителям, но и про игры-забавы мальчишеские не забывал. По весне, как и многие юрьевецкие ребята, Саша катался на льдинах по Волге. Делал запруды и мельницы на весенних ручьях, которых в Юрьевце было множество. Зимой катался с гор, на санях да лыжах, крепости снежные строил. Летом в тайных подземельях белого города искал Саша вместе со своими друзьями-товарищами клады да сокровища. Но больше всего любил Саша в детстве кинематограф бегать, да сказки бабушкины слушать. И запала ему в сердце ничта желания стать сказочником. Да не просто сказки сочинять да сказывать, а с экрана вещать на весь белый свет. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много испытаний и трудностей встретил Саша на пути к своей мечте. И с Кащеем пришлось сразиться, и бабу его одолеть. Да только все ему нипочем. Сбылась его мечта желания. Стал Саша знаменитым на весь белый свет киносказочником Александром Роу. Много сказок он снял и про Василису прекрасную, и про Емелю, и про конька-горбунка, и про Настеньку с Иванушкой, и про кота в сапогах, и про Марью-искусницу, и про царя Еремея. Всех не перечесть! И поселились герои сказок Александра Роу в этом доме. Живут они под одной крышей в мире и согласии. Гостей встречают-прилечают, угощеньями почуют. Уму-разуму учат, веселят, потешничают, сказки сказывают. Милости просим, гости дорогие, в палаты царские, самого царя Еремея. А царь-то где? Знамо где, на рыбалку ушел с Емелью. А без него в палаты-то можно? А мы его спрашивать не будем. Хорошие царские-то палаты! А что ж царь Еремея в этих палатах делает? Как что? Указы царские пишет. А-а-а! Гостей заморских привечает. Ух ты! Над боярами посиделки устраивает. А что такое за посиделки? Эх ты, темнота! Испокон веков на Руси народ посиделки очень любит. А на посиделках и песни, да частушки поют, в игры играют, загадки загадывают, да небылицы рассказывают. Какие такие небылицы? Эх, небылицы в лицах сидят во свет лицах, щелкают орешки, да творят насмешки. А на горе стоит береза, слезы копают с дуги. Под горой стоит корова, надевает сапоги. Сидит ежик на березе, новая рубашечка, наголовь сапожок, а на ноге куражечка. А между небом и землей поросенок рылся и нечаянно хвостом к небу прицепился. Орина крутила, да разве такое бывает? Нет, в сказках все бывает. А давай в игру сыграем. Что есть на белом свете, а чего нет? Давай, Коле буду правду говорить, хлопай в ладоши. А Коле привирать стану, топай ногами. Вот, ну, готово? Готово, давай. Слушай, волк на дереве сидит. Ой, нет. В кастрюле чашки варятся. Может такое и быть? Бабушка сказки говорит. Мальчишки по утрам умываются. Снег летом бывает. Есть в книжках картинки. Кошка на крыше гуляет. Бывают зимой снежинки. Бывает озеро из молока. Булки растут на грядке в ней. Плывут по небу облака. Вам понравились загадки? Да, понравились. А это что у вас заборница такая? А это мастерская Марии Искусницы. Да. Здравствуйте, гости дорогие. Милости просим. А что, Мария, ты и правда Искусница? Да, вроде того. Хотите, и вас рукоделью научу? Хотел. А вот одеяло пуховое. Красивое. Красивое какое. Да рушничок вышитый. Где, где рушничок? Ой, красота. Да куклы трепишные. Дай, подержу, дай, подержу. Ой, какая, какая красавица. А это что такое? Ну-ка, 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 где, где? А это веретено. Добрялица. Ммм, настоящие. А вот волшебный сундучок со сказочными предметами. Так уж и сказочными. А вы откройте, да посмотрите. Давай посмотрим. С удовольствием. Давай открывай скорее. Волшебный сундучок. А ты? А что тут у нас есть? Что это такое? Варежка. Варежка? Рукавица, что ли? Конечно, рукавичка. Волшебная? Конечно. И сказка также называется. Рукавичка. И правда, русская народная сказка. Можно я теперь достану? Конечно. Так, что ж тут есть еще интересное? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри-ка, смотри, что нашла. Яичко. Непростое, золотое, расписное. А сказка какая? Сказка? Да все ее знают. Русская народная сказка «Курочка-ряба». А я еще знаю, в какой сказке яичко есть. В сказке про Кощея бессмертного. В этом яйце хранится Кощеева смерть. У-у-у-у, допустили тут страху. Давай, доставай следующий предмет. Вот это уже знакомый мне сегодня предмет. Это «Велетено». Это «Велетено». Точно. Настоящее. А из какой же сказки «Велетено»? Сказки-то? Знаю из какой. Есть такая заморская сказка. Написал ее Шарль Перро. Спящая красавица. Да, «Спящая красавица». Хорошая сказка. Давай, давай. Мой черед теперь. Так, так, так. Ой, смотри-ка, что я нашла. Ключик. Не простой, а золотой. И сказка так и называется. Сказка о золотом ключике. Правильно. А кто написал сказку? Сказку о золотом ключике написал Алексей Толстой. Молодец, знаешь. Это моя любимая сказка. А ты знаешь, сколько там героев было? Ой, полно. Буратино. Так. Мальвина. Ага. Орликино. Еро. Артемон. А еще злющий Карабас-Барабас. Противный, вредный, лиса Алиса и кот Базилио. И вообще, читайте сказки. Давай, следующий, доставай предмет. Так, так, так. Ух ты! Дай куснуть. Нельзя, вдруг оно отравленное. Как в сказке, что ли? Да. Точно. А помните сказку Пушкина? О мертвой царевне и семи богатыря. Это оттуда яблочко. И не только оттуда. А где еще? Что у нас яблочко? Бегало по блюдечку. А, показывало, что на белом свете делается. Точно. Волшебное яблочко. Так. О, смотри-ка, что я нашла. Ух ты! Жила-была на свете красная шапочка. Да. Такая хорошая маленькая девочка. Да. И сказка так и называется. Красная шапочка. А написал ее все тот же любимый всем нам шампером. Заморский сказочник. Заморский. Ух ты! Вот что у нас здесь есть. Клубочек. Клубочек не простой, а волшебный. Бросишь клубочек на неведомую дорожку, и приведет у нас царство заморское. Да, во всех русских народных сказках встречается клубочек заветный. Ну, моя очередь. Ой-ой-ой, что же это такое? Смотри-ка, девочка какая-то малюсенькая с крылышками. Ах, какая маленькая. Это ж из какой сказки такая крошечка? Это дюймовочка. Дюймовочка! Конечно. А кто ж такую сказку написал про дюймовочку? Замечательный датский сказочник Ганс Христиан Андерсон. Ой, молодец он! Хорошую сказку написал. И что тут у нас есть еще? Вот оно. Что это? Зеркальце? Нет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Тоже из сказки, которую написал замечательный наш всеми любимый Александр Сергеевич Пушкин. Точно, твоя правда. Что за сказка? Сказка о мертвой царевне и семи богатыях. Вот. Ой, а здесь-то у вас чего? А здесь у нас киночайная величальная. У Емелия песнями да сказками сыт не будешь. Славится наш гостеприимным дом угощением знатным. Да, чай горячий – это сила, украшение стола. С чая лихо не бывает, так в народе говорят. Чай здоровья каждый знает, можно пить хоть пять часов подряд. Да. А Емельян Иванович у нас, знаете, какой гостеприимный хозяин. Он и варенье заморские выставит на стол, и сласти различные всех угостит. Ай, а это чего у вас? А это у нас диковинный киноаппарат. Всякие сказки рассказывает и показывает. А ну-ка дай попробую. Ну-ка попробуй. А-а-а-а-а. Да сказки-то я и сама могу сказывать. Вот послушайте. Давай-ка. Жил-был царь, у царя был двор, на дворе стоял кол, на колу мочало. Не начать ли сказку сначала? Начинай. Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Не начать ли сказку сначала? Эх ты была волкова. А вот ты посмотри, что у меня есть. Чего это такое? Щука! Волшебная! А то! Она исполняет желания. А как? А нужно ей пошептать, носик потереть, и желание исполнится. А ну дай попробую. Так. Исполнится? Обязательно. И вы, желание, приходите и загадывайте. А чем это у вас здесь таким вкусным пахнет? Сказками. А разве сказки пахнут? Еще как пахнут, конечно. А знаете, чем пахнут сказки? Вареньем, смородином, крыжовином, земляничным, пряниками имбирными. А еще с ластями разными и пирогами, плюшками, ватрушками. Так а кто ж это все у вас здесь готовит? Есть кому готовить. Солоха главная хозяйка. А помогает ей Золушка. О, я печка-то какая здоровущая! Или Жанночка, гляжу, имеется. Бабушка. О, я печка-то какой-то. Бабушка. Ому баба, ому и бабушка. Здравствуй, бабушка. Здравствуй. Баб Яга, а ты чего это так нарядилась-то? А вы что так вырядились-то? Так к нам гости пришли, у нас праздник. Так и у меня тоже праздник. Праздник, баб Яга, а ты как праздник будешь отмечать? Как, как, сейчас-то песни буду петь. А может, и нам с тобой? А вы песни, что ли, знаете? Конечно, знаем, немного-то знаем. Сейчас я проверю вас. Ну-ка, давайте. Ну-ка, скажите, что это будет за песня о зеленом насаждении, приходящем к людям один раз в год? Ну-ка, знаете ли? Дерево. Дерево зеленое насекает. Чего? Елочка. Про елочку давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ой, ладно, молодцы. Я вам сейчас потруднее задам. Давай, давай. Ну-ка, что это будет за песня о ленивом мальчишке вот с такой ложкой? Вот с такой ложкой. Мальчишка с ложкой. Точно с ложкой. Мальчишка с ложкой. Мальчишка. Мальчишка с ложкой. Ложка. Антошка. 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 Пойдем копать картошку. Антошка. Раскричай. Антошка. Пойдем копать картошку. Удохнуть можно. Я сейчас вам трудную заговариваю. Слушай, какую. Только не сильно трудную. Ладно, среднюю. Ну-ка скажите, что это будет за песня о выражении лица, от которого становится всем теплей. Да? О, не знаете, точно не знаю. Да подожди, подожди. Удивление. Да не удивление. Радость. Радость? Теплее. 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 Теплее станет всем светлей, и слону, и даже маленькой бабушке. Ой, молодцы, 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 молодцы. Бабьяга, бабьяга, а что это у тебя такое? Эх ты, темнота. Это знаешь, что такое? Не знаю. Это таблица химических элементов Дмитрия Ивановича Вентилеева. Вот он, видишь. Бабьяга, зачем? Ох ты, серость. Я раньше кака бабьяга-то была? Кака? Кака? Просто околдунья. А теперь я химией занимаюсь, а химичу. Значит, я химик. О, я даже могу знаешь, что в школе преподавать? Химию. Химию? О, на сколько формул-то я исписала на печке. О, вся печка у тебя изобидела. А это у тебя что? А это у меня всякие химические элементы. Да ты что? Да разные. И простые сказочные. Здесь у меня, знаешь чего, здесь у меня слеза кущей бессмертного, слезы его вода. А это чего? А вот здесь трава болотная, твуротная. Ух ты! А если вот здесь? Ну-ка, на-ка понюхайте, ну-ка. Фу! Фу! Эх, слезки водяного. Вот так. Бабья Ган, вы какие горючие! Ой, Бабья Ган. Больше я вам ничего не скажу. Бабья Ган, слушай, ты тут химичишь, химичишь, а ты загадки не разучилась загадывать? Тьфу! 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 Ты что? Ну давай, вот гад, давай. Давай, бабушка, давай. Из меня книжечка такая волшебная заметка. Давай, испытай нас. Вот как у нас тут загадок-то много-прям много нет, вот смотри, мать. Она тебя запылилась, бабья Ган! Тьфу! Протёрла, как свежая. Чуфы! Ну, давай, давай, бабушка, мы не будем просматривать, не будем, не будем. Загадаю! Кривой конь лезет в огонь, ну-ка, Кривой конь лезет в огонь, пошел, я знаю, папняга, вот, кочерга, папняга, кочерга, кочерга, поставь, не полуйся, четыре ноги, два уха, один нос, брюхо, четыре ноги, два уха, брюхо, и один нос, да, знаю, чему это очень, а это самовар, Точно, самовар, я гадаю, я гадаю, молодцы, ладно, всех кормлю с охотой, а сама без омута я, не знаете, ох, не знаете, я гадаю, а я знаю, а что это, и что это, а вот, баба яга, ложечка, 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 ой, молодцы, молодцы, ну, баба яга, давай, то толстеет, то худеет, громко, громко голосит, ну, Ой, я mira, громко голосит, опа она, вот она, гармошечка, 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 гармошечка,inku, да, да, тут какая-то, ложечка, поставь на место, я сейчас еще чего угодно, еще что ли загадку, давай, саму загадаю, так, у Ником-то, давай, давай, да, давай, бычок, рукат, в руках ухват, еду хватат, а сам голодат, ну-ка, голодат, хватат, да, ну, Девки, а на женихов погадать не хотите ли? Хотите? Да. Ну тогда вот что, тащите-ка отсюда пыления, а пыления то не простые, на женихов заговорённые, чуфыр, муфыр. Тащите-ка. Давай ты первая. Ну давай, давай тащи. Ну-ка, что там у тебя будет? Так. Ой. Вдовец. Вдовец. Богатый молодец будет, богатый, не переживай. Да. Подожди, подожди, подожди. Бравый, бравый. Какой-нибудь Ванька будет у тебя бравый, да? Ой, какая прелесть будет. Вдовец и бравый. Ну. Давай-ка ты у нас что-ли погадай на женихов. Ты тоже у нас девушка незамужняя. Мне. Ну ладно. Давай тащи. Ладно, давай. Так, ну-ка, какой мне достанется. Ой, я у меня бесстыжий какой-то. Бесстыжий. Бесстыжий. Банкрыж бесстыжий. Ой, ладно. Ну-ка, приустала я что-то с вами. Что это? А что? Давайте помашите на меня. Помашите, подойте. Ой, как хорошо притомилась. Все, ладно, спасибо. Ага. Поглядь. А время-то уж сколько. Глядите-ка. Вот что, пора мне на симпозиум лететь по химии. Идите-ка вы гости дорогие. До свидания. До свидания. До свидания, бабушка. Ну, спасибо тебе, бабушка, за ласку. Спасибо, бабушка, за ласку. Да. Пожалуйста, скатертью дорога. Ой, пора так пора. Идите-идите, люди добрые. Идите. Ой, хорошо-то как. Сказочно. Да. И не говори. Сказки-то у нас повсюду. И под лапкой, и за печкой, и в сундуке. Милости просим к нам на огонек. Всем рады. Всем гостям. А пока сказочки конец. А кто слушал, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok